Лето это пора отпусков и многие едут за границы и даже не подозревают, что могут до нее не доехать. Чтобы не попасть в такую ситуацию нашим зрителям, мы пригласили в нашу студию заместителя руководителя судебных приставов России по Башкирии Дмитрия Бровченко. Дмитрий Леонидович, здравствуйте. Добрый день. Дмитрий Леонидович, главный и первый вопрос. Скажите, долги в какую сумму могут не позволить выехать гражданину за границу? Вообще, в соответствии с федеральным законом об исполненном производстве, судебный пристав исполнения не ограничивает должников по сумме менее 10 тысяч рублей. Но следует учитывать, что у нас достаточно редко бывает одна задолженность на каком-то человеке. Это обычно несколько штрафов. К ним также плюсуется испанский сбор, который составляет по каждому неисполненному в добровольном порядке исполненному документу тысячу рублей. Сюда же накладываются какие-то штрафные санкции, применяемые судебным приставом исполнительным. Соответственно, эта сумма до 10 тысяч рублей, она достаточно быстро может дорасти. Соответственно, человек может не выехать за рубеж. А как можно узнать гражданину о своих задолженностях? Проверить, как себя можно? Вообще, в последнее время, в том числе и благодаря средствам массоинформации, многие должники перед тем, как выезжать, уже стали обращаться и в службу судебного пристава. И смотреть непосредственно на сайте Федерального службы судебного пристава, является ли должниками или нет. Ну, в принципе, пока еще какие-то единичные случаи, проблем случаются. Значит, основной, наверное, самый грамотный и правильный вариант – это посмотреть все-таки на сайте Федерального службы судебного пристава в разделе «Банк данных исполненных производств». Значит, является ли человек должником, какие у него долги, в какой службу судебный пристав нужно обращаться, есть ли у него ограничения на выезд. То есть, этот сайт, он находится в всеобщем доступе, к нему доступ не ограничен. Любой человек может зайти непосредственно, ввести свою фамилию, имя, дату рождения и посмотреть, практически проверить себя на долги. То есть, может, и в отношении себя, в отношении своих родственников, детей, супругов и так далее, тому подобное. То есть, увидеть, является ли он должником и, соответственно, принять меру по погашению задолженности. Даже более того, интересно, что в последнее время разработан ряд программ обеспечений и для смартфонов под управлением системы Android, IIS, то есть, это iPad, iPhone, на которые устанавливаются специальные программы и можно посмотреть, является ли человек должником. Причем, можно подписаться непосредственно на данный сервис, данную услугу и, скажем так, в режиме реального времени, как только испанкопроизводство будет возбуждено еще в будущем в каком-либо из отделов службы судебного пристава в Республике Мишкорстан, сразу же придет информация о том, что вот в таком-то отделе такая-то сумма, такое-то испанкопроизводство, просим платить долг. Наверное, это достаточно удобно. Мне кажется, это злостные неплательщики, злостные должники устанавливаются. Да нет, мне кажется, мы все не застрахованы от этого. Штраф сейчас достаточно много, у нас камер стоит, видеонаблюдение, и такой штраф, он может прийти, в принципе, ну, наверное, каждому автомобилисту, который непосредственно участвует в дорожном движении, ну, и какие-то другие вещи. Может быть, забыли заплатить прокварплату. То есть у нас должниками, в принципе, не всегда являются злостные люди. А бывает просто человек забыл заплатить какой-то долг, кварплату, значит, еще какой-то момент. И, соответственно, он просто, может быть, не поступили к нему вовремя исполнительные документы. И таким образом он подпадает под категорию должников. А, кстати говоря, каких больше всего в Башкирии должников? Ну, вообще у нас порядка сейчас на исполнении 850 исполнительных производств, где-то... 850 тысяч, да? 850 тысяч исполнительных производств, где-то 350 тысяч, это, значит, акты специально полномоченных органов, то есть, грубо говоря, это штрафы, значит, из них 100 тысяч, это как раз в пользу ГИБДД. Очень большая социально значимая для нас категория, это алименты обязанные, то есть, те должники, которые должны уплачивать ежемесячно своим несовершеннолетним детям, значит, на их содержание, это где-то порядка 30, вернее, 28 тысяч в настоящее время у нас в республике проживает таких должников. Ну, вот, наверное, такие цифры. А вот, предположим, что гражданина не выпускают за границу, то есть, ну, говорят ему, что вот ты там должен 20 тысяч, да, грубо говоря. Он оплачивает срок, когда его снимают с этой базы, то есть, вычеркивает из списка, скажем так. Ну, в настоящее время, вот, в снятии непосредственно должника с вот этого учета участвует достаточно большое количество различных органов, и процесс занимает определенное время. То есть, банк должен подтвердить, что денежные средства поступили. Судебный исполнитель, эта информация должна поступить, и он должен вынести постановление об отмене ограничений на выезд из Российской Федерации. Значит, после этого направите данное постановление в пограничную службу ФСБ, которые тоже должны ее обработать и непосредственно доставить на все контрольно-пропускные пункты нашей Российской Федерации. Соответственно, занимает срок, ну, приблизительно 10 дней. Вопрос от нашего читателя. Читал новости о семье, где есть ребенок, инвалид, который выселяли на улицу. Семью обманули при покупке квартиры. Суд постановил их выселить. Вопрос, так вот звучит, вам не стыдно исполнять такие решения суда? Вообще, вот, служба судебных приставов, она создана для того, чтобы исполнять судебные решения. То есть, для нас имеется исполнительный документ, который мы должны исполнить. При этом, соответственно, мы всегда стараемся, Федеральный служба судебных приставов, всегда старается обращать внимание на такие вот социально значимые, острые какие-то моменты. То есть, действительно, когда речь идет, особенно это, наверное, про отбор ребенка у родителей, когда это идет, какие-то семейные споры, да. То есть, всегда старается учесть именно вот это вот, скажем так, что будет с этим ребенком дальше. Какую психологическую травму нанесут эти исполнительные действия. То есть, ну, в данном случае конкретном я, конечно, не знаю ситуацию. Ну, вообще, Федеральный служба судебных приставов старается, скажем так, правильно реагировать на данные вещи и, как бы, всегда выступать гарантом определенных путем обращения и в органы опеки попечиста, путем обращения непосредственно и к полномочным по защите прав детей, прав ребенка. Всегда эти, в данных ситуациях находить какой-то компромисс, находить какое-то решение, скажем так, законное решение для данного вопроса. Вот я хочу, как бы, вот вас на все-таки вот такой вывести человеческий разговор, да, вот непосредственно людям, которые исполняют решение суда вот такого характера, то есть, вот они как роботы исполняют их или все-таки вот у них что-то екает внутри, что вот не ходит. Или были такие случаи, когда к вам, например, приходил подчиненный и говорил, я не буду исполнять это решение суда. Вот я не буду выселять и все, я не буду выламывать дверь, там, отнимать ребенка, я не знаю, выгонять на улицу, вот не буду и все. Хотите увольнять? Нет, я просто знаю много случаев, когда непосредственно, благодаря службе с Университетом, непосредственно пристам, которые занимались такими конкретными сложными исполнительными производствами, непосредственно находилось решение. То есть, это когда там привлекалась администрация, действительно полномоченная по правам человека, да. То есть, когда находились какие-то пути решения для того, чтобы эта семья, допустим, им нашли какое-то социальное жилье, то есть, решили этот вопрос. Таких случаев достаточно много. То есть, судебные приставы исполнительные, вполне нормально, вот, человеческие реагируют на данную ситуацию. То есть, когда было, когда выселяли, допустим, из квартир, ну, пенсионеров, там, ветеранов войны, то есть, соответственно, здесь реагировали, и, в принципе, подключалась, тоже правильно реагировала администрация, находили жилье, и находили какие-то приюты, находили какие-то средства для содержания вот этих вот, действительно, стариков, детей, семьи с детьми. То есть, всегда человеческий фактор, он здесь играет большое значение. Много говорят в нашей стране о коррупции, это такая, действительно, серьезная проблема. Как в вашем ведомстве вы боретесь с ней? Ну, по коррупции уделяется вообще огромное внимание, наверное, и не только по Федеральному Союзу Союзу Неприставов, и вообще, наверное, по всем и государственным гражданским, значит, органам, и по правоохранительным органам. То есть, ну, мы создали, наверное, достаточно большие условия для того, чтобы этот момент, он, искоренять его. То есть, в принципе, есть и телефон доверия Федерального Союзу Союзу Неприставов, по которому человек может позвонить и, в принципе, вот, сказать о том, что какой-то момент случилось. Это и сотрудники, они, в принципе, ориентированы на то, чтобы вот эти вот какие-то негативные моменты, даже не то, что они ориентированы, а если существует вообще федеральный закон, по которому они должны непосредственно эту информацию передавать своему руководству, соответственно, общаться с службами собственной безопасности. Такие факты у нас есть, достаточно много, когда судебным приставом исполнителям добросовестные люди непосредственно, значит, предлагают какие-то поощрения в их работе, и эта информация доводится до соответствующих структур, принимает соответствующие меры. То есть, соответственно, взятка и отдателя наказываются по всей строгости закона. К сожалению, от этого невозможно избавиться. Наверное, это такая наша пока судьба. Болезнь России. Да, с этим пытаемся бороться, мы работаем в этом направлении. Ну, вот что есть, то есть. Тут, к сожалению, нельзя слов из песен выкидывать. Периодические случаи бывают, и, в принципе, мы всегда именно помогаем и правоохранительным органам расследовать, принимать участие, предоставлять документацию для того, чтобы это искоренить. То есть, своих не прикрываете? Ну, они уже не наши. Как здесь говорить? Тренд есть, мы в нем работаем. Ясно. Дмитрий Ильич, спасибо большое, что вы пришли к нам в студию, ответили на вопросы. Желаю вам удачи в борьбе с коррупцией в вашем ведомстве. Это первое. А нашим пользователям хочу сказать, что платите по своим долгам. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин